Друзья, всем привет! В этом видео мы разберем топ 5 самых ДПМных танков в игре, урон в минуту которых значительно выше, чем у всех остальных. Если у вас сложно идет средний урон на танки, то не волнуйтесь, на этих машинах уверен, сможешь минимум в 2к. Меньше слов, больше дела. Итак, на пятом месте немецкая мощь. Точный, быстрый, проворный и, конечно же, скорострельный. ДПМ на танке составляет 3668. И это самый высокий показатель среди СТ 10 уровня. Да что там СТ, многие самоходки не могут сравниться с немецкой агрессией. Да, только есть одна поправочка на ветер или на слив. Не вздумайте качать Лео первым топом. Он хоть и имеет шикарное орудие, но качать его первым, вторым или даже третьим топом я категорически не советую. Машина хоть и имеет прекрасный ТТХ, но реализовать танк сможет только опытный игрок, который до конца боя хранит свои драгоценные ХП. Ведь танк максимально хрупкий и картонный, словно коробка новогодних гирлянд. Стоит бросить одну спичку, как сгорит весь дом, не только рождественская елка. Вся сила этой машины в незаметной тактике оказаться в тылу врага и раскроить все внутренности наружу, не оставив при этом ни единого болтика. А следующий танк в топе такой же сладкий, как и игра, о которой хочу рассказать. Друзья, последнее время я очень часто играю в Raid Shadow Legends. Мне нравится, что Raid есть и на телефон, ведь мой гаджет всегда со мной, особенно во время обеда на работе. Также меня порадовало огромное количество и разнообразие героев. Добывать новых персонажей можно просто открывая различные осколки. На этот раз мне выпала Чародейка и Стрелок из Орды Нежити. А слабых героев можно использовать для прокачки сильных персонажей, просто зайдя в таверну и нажать кнопку повысить. Простите, парни, ничего личного. Для любителей стабильно выполнять ежедневные боевые задачи в игру добавили боевой пропуск, награды действительно жирные, рубины, артефакты и даже крутые герои. Ребят, вы любите ценные призы и подарки? На этот раз Raid приготовил специальный конкурс для всех новичков, которые скачают игру по моим ссылкам. Целых шесть игроков могут выиграть iPhone 11, вот где-то рядом сжался мой Xiaomi. Также самые прокаченные новички могут выиграть реально крутой игровой компьютер. Три игрока, которые достигнут самый высокий уровень среди других до конца месяца, смогут получить крутой ПК или MacBook. Не забывайте качать Raid именно по моим ссылкам и получи 100 тысяч серебряных монет, 10 загадочных осколков, а также крутого чемпиона за конницу. На четвертом месте сладкий и достаточно опасный британский тортоис. Расположилась самоходка на девятом уровне, но это не помешало занять место в нашем топ-5, ведь ДПМ на тортике составляет 3702. И скажу честно, встречать данную ПТ в рандоме, особенно во время штурма коридорной карты, достаточно проблемное занятие. Если против 10 уровня тортик может быстро отлететь в ангар, то против восьмерок и девяток машина просто зверь. Сдержит натиск и не успеешь глазом моргнуть, как различные КВ-4 и С-3 мигом отлетают в ангар. Опасна ли данная самоходка в рандоме? Очень. Особенно если встретить ее на первой линии. Но как и многие бутылки в игре, имеют не самую быструю скорость поворота корпуса, поэтому закрутить торта так же просто, как и поцепить телочку на крутой вечеринке, просто намекнув, что во дворе ждет красный Порш Каен. У меня, кстати, крутой машины нет. Напишите в комментарии, может, у подписчиков есть. Хоть за вас порадуюсь. Кстати, логическим завершением ветки был бы Барсук в дереве исследования танков вместо Бабахи. Ибо после торта Бабаха в плане точности, ну, совсем не торт. На третьем месте советская самоходка Объект-263, которая больше напоминает быстрый болит с огромным стволом на перевес, как у Железного Человека, в последних Мстителях. Лакиси тоже нравится Марвел. Итак, ДПМ на советском исполении составляет 3856. Чувствуете, запахло жареным. Кажется, кто-то выкатил данную ПТ в рандом. Жарить самоходка не хуже гриля. Да, здесь, конечно, не 600 урона за выстрел, а в среднем 460. Но поверьте, делает она это так быстро, что враги даже не успевают убежать с поля боя, как на их месте вырастает свалка подбитых машин. И если сделать подборку самых любимых самоходок, Объект-263 с гордостью займет почетное место в моем топе. Мне очень нравится таранить многих врагов, при этом поливать сверху соусом табаско, доводя жертву до копчения. Кстати, если вы искали быстрые фановые ДПМ на ПТ, то думаю, данная ветка вам точно должна зайти. И в целом, эту ветку я могу посоветовать прокачке даже новичкам. Ну, тем, которые плюс-минус нашли кнопку выстрела в игре. На втором месте немецкая легендарная самоходка Ягдтигр. ДПМ на ней составляет 3997. Вы чувствуете, да, как ваши комплексы сразу сходят на нет? С таким-то потенциалом нет места для волнений. Хорошая броня, сильная огневая мощь, но, блин, достаточно слабая скорость поворота корпуса, что делает вашу ПТ очень уязвимой в бою. И если по-честному, вся ветка полюбилась за хорошую динамику и топовое орудие, штук, сковородка, Ягдпантера, Ягдпантера вторая. И тут такой облом на 9 и 10 уровне. Если десятку нет смысла винить, там орудие больше, чем у меня кухня в квартире, то к Ягдтигру есть к чему придраться. Лично мне не хватило подвижности, если вся ветка реально радовала хорошей динамикой и под конец такой отстой. Вы не подумайте, я не виню самоходку, просто игрок, который будет первый раз качать данную ветку, испытает такие же эмоции. К слову, геймплейно на ПТ играть придется чуточку иначе и местами более сдержанно. Но врываться в городских картах и ломать ТТ в топе, это, конечно, клево. Итак, на первом месте самая кислотная самоходка в игре советская СУ-12254. ДПМ на сушке составляет 4275. Вы только вдумайтесь, какой потенциал несет данная ПТ. Бедный рандом, когда достаточно аккуратный игрок выезжает ломать лица в рандоме. Какие там туры, вы че? В лоб цухарь может разобрать практически любой танк, даже если на вас выезжает десятка. Более того, самоходка словно собрала в себе все камни бесконечности и получила все самые сильные стороны, которыми можно вообще наградить ПТ. Отличная максимальная скорость 48 км в час. Закрутить ее достаточно сложно, словно за рулем Соник-Ежик, который только ускоряет скорость поворота на месте. Единственное, что может вас расстроить, это слабый УВН минус 4 градуса. Но фак, это же совок, который еще и танкует, поэтому особо не ждешь какие-то имбовые цифры, как например у СТБ-1. Меня знаете, что больше всего убивает, когда парни выезжают в рандом на этой ПТ и сливаются с одной тычкой. Если подрубить рейдж за минуту, можно два Мауса разобрать. Правда, в следующем патче тяжелые танки на время явно сломают рандом. И разбирать их придется чуточку дольше. В целом, у меня все. Напиши, какие танки из топа ты уже вкачал себе в ангар. Если нет, то чего ты ждешь? Не забудь поставить лайк под этим видео. Всем удачи, друзья! С началом весны, парни! И самое главное, танкисты! Играйте только в качественные игры, если вам, конечно, есть чего играть. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok